Пастор Библейской Церкви в Оксфорде Мы рассмотрим отрывок из первого послания Коринфянам, 11 главы. Этот отрывок нечасто обсуждают, и на это есть причины. Во-первых, он считается одним из самых сложных отрывков Писания, и по этой причине люди могут избегать его. Другие склонны думать, что он больше нас не касается. Эта тема актуальна лишь для того времени и места. Но нельзя избегать каких-либо мест Писания. Нужно стараться понять все. Это важно для нашей жизни. В этом отрывке есть несколько противоречивых тем, а именно главенство. Покрытие головы, подчинение и даже длина волос. И мы постараемся понять, что же говорит Слово Божие. Как я уже сказал, некоторые люди говорят, тема с покрытием головы больше не актуальна для нашей культуры, но я не буду отбрасывать ее как устаревшую. Бог не просто так поместил ее в Новый Завет. Новый Завет — это определяющее учение о том, во что мы должны верить и как мы должны жить. Поэтому мы не можем объяснять что-то как неактуальное или устаревшее. Я считаю, что Слово Божие актуально для всех культур и времен, иначе этой темы не было бы там. Понимая культуру того времени, когда это было написано, а также проблемы и особенности людей того времени, нам будет проще понять, что здесь сказано. Но нужно еще и знать, как применить это к нам сейчас. Мы не можем говорить, что сейчас это больше не актуально. Нет, Слово Божие дано для всех культур, но знать предысторию написания весьма полезно. И сейчас я расскажу вам об этом. Итак, если Библия говорит нам покрывать или не покрывать голову, носить определенную длину волос, то мы должны повиноваться этому, а не пытаться избавиться от этого. И это подтверждено в первом же стихе. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, начиная с самого первого стиха. Тут Павел заявляет о своей апостольской власти. Он не говорит, что это его личное мнение. Он говорит, что это Слово Божие. И пишет он вот что. «Будьте подражателями мне, как я Христу». То есть, я под властью Христа. Я принес вам Слово Божие. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Предание — это означает то, что они получили. То есть, он, как апостол, получил от Господа определенные инструкции, а теперь он должен передать их дальше. Он признает, что они соблюдают его предание. А значит, они приняли его как апостола. Но на тот момент в Каринской церкви было много проблем. Одна из них — разделение, особенно между евреями и греками. У них было разное происхождение и разные мысли по этому поводу. Они также столкнулись с лбами в теме покрытия головы. Например, стоит ли женщинам носить косынку? Нужно ли мужчинам покрывать голову, как это делают евреи? Это сложный отрывок, потому что Павел старается ответить и иудеям, и грекам с разным происхождением, разными теологиями и разными представлениями о главенстве. И здесь он говорит, «Вы, евреи, правы в этом, а вы, греки, правы, только вот в этом. Вы вот в этом, а вы вот в этом». Он пытается как-то разрулить эту ситуацию. А вот почему этот отрывок немного сложноватый, но я надеюсь, что мне удастся упростить его для вас. Сейчас, чтобы разобраться во всем этом, Павел возвращается к первым принципам. Его учение — это прекрасный пример того, как решать подобные проблемы. Он не перешел сразу к ответу о том, что и как нужно носить, а вначале заговорил о принципах. Именно в принципах он показывает, в чем правы и неправы, евреи и греки. И только после принципов он переходит к практической части, к тому, как должна поступать новозаветная церковь. Но вначале нужно понять принцип. Если вы делаете что-то, то должны понимать, почему вы это делаете. В чем теология всего этого и какой за этим стоит принцип? Именно с этого Павел и начал, перед тем, как перейти к покрытию головы. В этом отрывке мы видим три уровня аргументов. Вначале он говорит о теологических основах всего этого обсуждения, ссылаясь при этом на божественные отношения между мужем и женой. Тут затронута тема главенства. Затем он говорит о принципе покрытия головы или ношения чего-то, что покрывает вашу голову. Идея в том, что главенство в браке между мужчиной и женщиной должно проявляться как покрытие. После утверждения того, что покрытие все же есть, он говорит о практической части. В чем же состоит это покрытие? Как женщина должна покрывать свою голову, чтобы продемонстрировать подчинение в браке? Это был краткий обзор данного отрывка. Попробую объяснить вам предысторию этой проблемы. Представьте, что у вас в церкви есть евреи. В то время многие еврейские мужчины, не все, но многие, носили покрытие на голове. Они делали это из уважения к Богу, а также это символизировало, что Бог так далеко от них, что они отрезаны от Бога. Это как завеса, как символ того, что они отделены от Бога. То есть, это символ завесы и разделения между Богом и человеком. Они носили это в знак своего сверения. Но, как мы увидим далее, Павел говорит, что в Новом Завете такого рода покрытие неуместно, потому что Христос разорвал завесу, и теперь мы имеем открытые отношения с Богом. А в третьем веке евреи снова вернулись к покрытию головы, чтобы как-то отличаться от христиан, которые этого не делали. Так у них появилось правило, что мужчина должен покрывать свою голову. Когда человек носит кипу, то тем самым он признает, что он еще в Ветхом Завете, и он отделен от Бога. Поэтому я считаю, что мужчина не должен покрывать голову. В этом отрывке сказано, что это является нарушением Нового Завета. Речь идет о церкви. Итак, что касается еврейских мужчин. Что касается еврейских женщин, то между еврейскими мужчинами. И женщинами было огромное неравенство. Речь не только о повиновении, но и о том, что у женщин было меньше прав, чем у мужчин. Поэтому была не только мужская власть, но и мужское доминирование. А это уже неправильно. Например, женщины никак не участвовали в жизни синагоги. Но правда в том, что в браке должно быть подчинение. Еврейские женщины покрывали свои головы, что символизировало подчинение мужу. Но что касается греческих женщин, то они не только имели равенство с мужчинами. Мы считали, что между мужчиной и женщиной вообще нет никакой разницы. Такой себе женский либерализм. В женском либерализме есть и хорошее, и плохое. Хорошее заключается в том, женщины действительно равны с мужчинами. Все мы равны, как созданные по образу Божьему. Но у мужчин и женщин разные роли, особенно в браке. Если женский либерализм гласит, что в браке мужчина и женщина ничем не отличаются, то это неправильно. И в то время среди греков было движение, сеющее такие настроения среди женщин и заявляющее об отсутствии разницы между полами. У греков ни мужчины, ни женщины не покрывали голову в церкви. Эта тема была им чужда. Теперь вы понимаете, в чем была путаница. Греки говорили о равных правах женщин, а евреи говорили, что женщинам нужно покрывать голову, и Павлу нужно было принести ясность. Давайте посмотрим, что же он пишет нам. Третий стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть за вопросом покрытия головы стоит вопрос главенства. Это очень важный вопрос. Павел приводит три примера главенства. Но перед тем, как пойти дальше, я хочу сказать, что я не согласен с тем переводом, где сказано, глава женщины мужчина. Если бы это было правдой, то это означает, что каждая женщина должна подчиняться каждому мужчине, а с этим я не согласен. Но нужно понимать, что очень часто в Библии женщина означает жена, а мужчина означает муж. Поэтому правильный перевод это глава жены, муж. Та же фраза используется в послании к Ефесиным, пятой главе, двадцать втором и двадцать третьем стихах. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, а не мужчина, вообще глава женщины. Как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Поэтому правильный перевод первого послания Коринфянам, одиннадцатой главы третьего стиха, звучит так. Жене, глава, муж. А, не так, что каждый мужчина главенствует над каждой женщиной. Это какая-то бессмыслица. То, что я прав, видно из продолжения данного отрывка, где говорится об Адаме и Еве и о браке. То есть эти слова применимы только к замужним женщинам. В древние времена женщина всегда была под главенством мужчины. То есть она была под главенством отца, пока не выходила замуж. А потом она становилась под главенством мужа. То есть она всегда была под главенством. И поэтому ее голова всегда была покрыта. Сейчас все иначе, но тут есть важный принцип. Женщина под чьим-то главенством либо отца, либо мужа. Но что ж такое главенство? Павел дает три примера главенства. Во-первых, он говорит, что Бог — глава Христу. Речь идет о Троице. То есть первый взгляд на главенство — это то, что происходит в Троице. Существуют разные мнения о главенстве. Одни считают, что главенство — это власть, потому что глава — это значит власть. Другие считают, что глава — это начало, как исток реки. То есть глава — это источник. Думаю, что обе группы правы. Это полное представление о главенстве как таковом. Например, в Троице Бог — Отец — глава Христа. Они равны в своем статусе. Главенство не означает неравенство. Отец равен Сынам. Так же и муж с женой равны. Но в отношениях между отцом и сыном есть власть. Сын подчиняется отцу. Это первая сторона главенства. Но так же Отец является источником. Он власть и источник жизни. И сын ведет себя соответствующим образом. Далее сказано, что второй пример главенства — это всякому мужу глава Христос. Речь идет о каждом человеке. Если мы тело Христа, то Христос — глава. Очевидно, что голова имеет власть над телом. Но в то же самое время голова — это источник жизни для всего тела. Затем взгляд переключается на брак. Муж — глава жены. Что это означает? Он имеет власть, но он должен быть для нее еще и источником любви. И тогда она реагирует на эту любовь и главенство. Вот что такое главенство в Библии. Итак, главенство между нами и Христом проявляется в том, что вы приняли Иисуса как Господа и Спасителя. Титул «Спаситель» говорит о Его любви и жизни, которую Он передал нам. Он — наш источник. Но в то же самое время Он — наш Господь, а это уже власть. А чтобы получить жизнь от Иисуса, чтобы принять Его как Спасителя, вам нужно подчиниться Ему как Господу. Чем больше женщина реагирует на своего мужа и подчиняется Ему, тем больше любви она черпает от Него. Итак, прежде всего, Павел говорит, что главенство имеет место быть, поэтому греки не правы. В браке есть определенная власть и главенство. Далее он говорит, что евреи совершенно правы, считая, что принцип главенства должен быть виден на голове женщины. Речь о принципе покрытия головы. Это внешняя демонстрация того, что вы под чьим-то главенством. Следует заметить, что Павел говорит не о самом покрытии головы, а о принципе покрытия в целом. Прежде всего, он заявляет, что женщина должна иметь покрытие для своей головы, чтобы показать свое подчинение власти. В этом смысле евреи были правы, а греки — нет. Покрытием головы женщины демонстрируют свою женственность. Вот об этом вы можете сами прочитать в 4 стихе. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову». Его глава — это Христос. Тут сказано, что мужчина не должен покрывать свою голову в церкви. То есть мужчина не должен носить головной убор в церкви. Так он постыжает или выражает непочтение своему главе. Как я уже говорил, еврейские мужчины покрывали свою голову, чтобы продемонстрировать отделение от Бога. Но в Новом Завете этого разделения больше нет. Теперь человек должен находиться под властью головы. А также Христос требует, чтобы муж был любящим лидером для своей семьи. Если он покрывает свою голову, то это означает, что он не берет на себя то лидерство, которое он должен взять. Он не подчиняется Христу. Потому что не становится лидером в своей семье. Он носит на голове символ подчинения. Это неправильно, потому что, ну, вообще проблема многих мужчин — это пассивность. Как было с Адамом? Он поддался лидерству своей жены, и это привело ко греху. Так он постыжает свою голову. Мы говорим лишь о символизме. Делая это, мужчина может даже не осознавать, что выражает непочтение Христу. То есть мужчина не должен покрывать голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, то есть мужа, потому что не демонстрирует подчинение власти. То есть, в принципе, ее голова должна быть покрыта. Затем он дает естественное объяснение. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Это первый намек на то, что идея покрытия как-то связана с волосами. Тут также обращение к природе. Для мужчины лысая голова — это естественно, но для женщины это противоестественно, когда ее голова лысая или бритая. Почему он ссылается именно на это? Потому что глубоко внутри мы понимаем, что голова женщины не может быть непокрытой. То есть женщина должна быть покрыта. Но это не касается мужчины. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть истрижется. То есть если вы говорите, что она может быть непокрыта, то пусть будет лысой. Но мы инстинктивно понимаем, что это неправильно. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. А если вы понимаете, что лысой быть неправильно, то это говорит о том, что Бог требует, чтобы она была покрыта. В этом случае евреи были правы. Седьмой стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. И женщина тоже. Женщина тоже образ и слава Божия. Павел лишь говорит здесь, что причины евреев для покрытия головы неверны. В Новом Завете мужчины и женщины больше не отделены от Бога. Такое покрытие головы неправильно, потому что оно говорит о том, что Христос не убрал барьер между Богом и человеком. Все мы имеем правильное отношение с Богом, поэтому евреи были неправы, настаивая на покрытии головы у мужчин. Затем сказано, что жена есть слава мужа. Имеется в виду, что между мужчинами и женщинами все же есть разница, потому что жена — это слава мужа. Это означает, что он должен быть лидером и источником, а также должен любить ее, и тогда она будет отвечать на его любящее лидерство. Луна — это слава солнца. Солнце светит на луну, и она отражает его славу. Мужчина ответственен за то, чтобы принести любовь и лидерство, и тогда она ответит на это. Поэтому между ними есть разница, и это главенство должно быть показано в разных покрытиях, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Иными словами, мужчина был создан первым, он ссылается на бытие, вторую главу, 21 стих. То есть шаблон для брака — это мужчина на первом месте. Это говорит о том, что в браке есть власть, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Имеется в виду, что они равны, но у них есть свой порядок. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней». То есть женщина должна иметь покрытие, которое символизирует то, что она под властью. Затем идет странная фраза. Для ангелов. Я думаю, что тут сказано, что ангелов в собрании это задевает, потому что грехом Люцифера как раз был бунт. Он взбунтовался против установленного Богом порядка. Он хотел узурпировать власть, установленную Богом. А если бунт есть в церкви, то это расстраивает ангелов. То есть женщины должны принять свою женственность, если они замужем, то должны быть в подчинении своим мужьям, а если они бунтуют в этой сфере, то это расстраивает ангелов. Но затем Павел вносит баланс. Он говорит, что представление евреев первого века о положении женщины в семье и обществе неверно. Они считали, что мужчины и женщины неравны. Но Христос расставил все на свои места. Он поднял женщин. Павел тоже поднимает женщин и говорит, что они равны. В этом случае греки были правы, заявляя о равенстве между мужчинами и женщинами, а евреи первого века были неправы. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. То есть он говорит, что между мужчиной и женщиной существует равенство, но при этом у них разные роли. Далее сказано, рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. И снова он говорит о покрытии, но сейчас он переходит к практическому аспекту. Мы разобрались с принципом, а теперь как же применять его на практике. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Тут он говорит, что волосы и покрытие тесно взаимосвязаны. Если у мужчины длинные волосы, то он не прав. Настолько длинные, что его могут принять за женщину. Это бесчестие для него. У него не должны быть женственные волосы. Должна быть четкая разница между тем, как мужчины и женщины носят свои волосы. А если мужчину можно принять за женщину, то это плохо. Получается, что он носит на своей голове покрытие, будто бы он женщина. Между прическами, мужчин и женщин, должна быть четкая разница. Все зависит от особенностей культуры. То, что в одной культуре кажется длинным, может быть нормальным в другой культуре. Но мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина — женщина. Затем идет ключевой стих. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Особенность этого стиха в том, что здесь слово «покрытие» отличается от других стихов. Тут используется слово «перибалайон». «Балайон». Оно означает что-то, что накидывают, как косынку или шляпу. Тут это слово используется впервые. До этого речь шла лишь о принципе покрытия, но тут спрашивается, значит ли это, что женщина должна носить косынку или шляпу? И Павел отвечает, нет, это необязательно, потому что ее длинные волосы, пока она носит свои волосы женственно, обычно это значит, что ее волосы длиннее, чем у мужчин. Эти длинные, славные, женственные волосы, даны ей Богом в качестве покрытия. Тут сказано «вместо покрывала» или «вместо искусственного покрытия». Иными словами, Бог уже дал ей прекрасное, естественное покрытие. Вот почему женщины уделяют своим волосам больше внимания, чем мужчины. Бог дал им волосы как признак их женственности. Волосы даны вместо искусственного покрытия. Ей не нужно носить искусственное покрытие, косынку или шляпу. Это необязательно. Если женщина хочет, то может носить это, но она не обязана, поскольку ее волосы уже играют эту роль. Если по какой-то причине она остригла свои волосы, очень коротко, то ей следует носить что-то вроде платка или шляпы, чтобы прикрыться. Но если ее волосы длинные и женственные, то с ней все в порядке. Этого покрытия достаточно. Это покрытие от Бога. И вот как интересно Павел разбирает этот вопрос. А потом в завершении он пишет, а если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Иными словами, если кто-то заставляет ваших женщин носить платки, то знайте, что у нас нет такого обычая. То есть он показал, что в чем-то были правы греки, а в чем-то евреи. Евреи были правы в своем принципе, а греки были правы в практическом подходе. Но Павел смог разобраться во всем этом и привести всех к единству. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни-Скул-Холл, Хэддингтон, Оксфорд.